Пассажиропоток и доходы международного аэропорта Уфа в 2022 году могут снизиться на 15%. Об этом сообщил генеральный директор Александр Андреев. При базовом сценарии количество пассажиров в этом году составит 3 миллиона 400 тысяч человек, а объем выручки чуть более 2,5 миллиардов рублей, что на 350 миллионов рублей меньше до санкционных показателей. Уже за март пассажиропоток уменьшился на 7%, что было вызвано общим сокращением международных рейсов в России более чем на 60%. При данном сценарии и фонд оплаты труда нашего персонала, и смею заверить наши финансовые обязательства, как предприятие перед своим акционером Республикой Машкорстан сохранятся в полном объеме. В целях сохранения финансовой устойчивости предприятие нами разработано и выполняется ряд мер по сокращению наших расходов. А именно, скорректированный инвестплан. Расходы снижены на 300 миллионов рублей. Исключены закупки и договоры, которые не являются необходимыми для бесперебойного обеспечения нашей основной деятельности. При этом оптимистичный прогноз предусматривает снижение пассажиропотока в воздушной гавани на 10%, а при худшемшем развитии событий он может сократиться на четверть. Напомню, на сегодняшний день для самолетов российских авиакомпаний закрыто воздушное пространство 38 стран, а за границей арестовано 78 самолетов. Также иностранные лизингодатели требуют возврата воздушных судов и в дальнейшем не будут заключать новые контракты с российскими авиаперевозчиками. Продолжение следует...